Всем привет ребята, с вами снова я Хик и в сегодняшнем видеоролике мы с вами узнаем о GTA San Andreas, о нашей любимой игре, что-то новое. Благодарю вас за то, что поддерживаете рубрику лайками, пишите комментарии и если вы тут впервые, то почему после ролика не подписаться на канал, если он вам понравится. Такая сделка, такие правила, так что смело подписывайся. А мы с вами начнем после того, как я вам скажу, что я играю в GTA San Andreas мультиплеер. На авиазоне RedRock все ссылочки и адрес проекта находятся в описании. Также введите мой ник, перерегистрация это важно и получите 300 тысяч, а при достижении 5 левла введите мой промокод HikFem и получайте еще 600 тысяч на свой баланс аккаунта на этом проекте. Все здесь в описании, погнали смотреть ролик. Вот так прям сходу начинаем с мистики в GTA San Andreas, понимаю, что ее слишком много, чтобы о ней говорить, но почему-то этот мент я не могу оставить без внимания, потому что сам немножко пребываю в небольшом таком шоке от увиденного. Короче, если вы когда-то будете на горе Чилиад, то не доезжая до самого верха, здесь такой будет небольшой лесочек, где по каким-то странным обстоятельствам спавнится случайный автомобиль. Хрен знает каким боком он вообще там появился, откуда он выехал конкретно и зачем, почему следует по данному маршруту. Причем дело это он абсолютно как-то неестественно, как будто разработчик сам прописал ему вручную этот код отдельно для данного транспорта, отдельно для этой дорожки. Непонятно зачем и для чего, тут вообще конкретного трафика нет, не существует. И данная дорожка создана для проведения соревнований горы Чилиад, это именно третье испытание, где ты и еще два велосипедиста проезжают эту трассу. Но для чего здесь транспорт, как таковой автомобиль, непонятно и вообще для чего он здесь существует. Этому всему событию было бы логичное объяснение, если бы отсюда выезжал какой-то горный транспорт, да, трехдверная тачка такая, которая на верхушке стоит, или фургон туриста, такая огромная белая. Да и вообще все что угодно, я вам сказал, что здесь любой транспорт может появиться, начиная от велосипедиста, заканчивая монстром. Вот действительно загадочная дорожка неизведанных нам людей. Есть такая миссия в игре от Вузи Му, называется приманка. Суть миссии заключается в том, что лидер Ран Фали боится выйти наружу, потому что за данной квартирой, где он находится, следят представители вражеской банды. И Карл Джонсон вписывается в всю эту движуху, сказав, что ну давайте я как будто вас типа вывезу, и вы послужите конкретной приманкой. Ну разумеется, в тачке никакого Ран Фали не оказалось, и это все чистой воды приманка, ну как собственно и называется эта миссия. И ваша главная цель это просто потянуть время, но при этом сами враги не должны знать, что Ран Фали на самом деле в этой машине нет. А чтобы они этого не узнали, они не должны разрушить вашу машину, ну и ваши двери, что самое главное. Да, если вдруг двери будут разрушены, как бы эти триадовцы увидят, что никого нету в машине, и мол их развели, надо что-то с этим делать. И скорее всего были такие случаи, что игроки, разумеется, позволяли уничтожить эту самую машину, как-то не выполняли миссию. И рокстаровцы как будто бы предвидели данное мероприятие, понимали, что игроки начнут водить код Хиосоям, который лечит вас и ваш автомобиль. Ну, чтобы пройти эту миссию гораздо проще было. И если в данном случае вы ведете этот код, то у вас, как ни странно, но отпадут именно двери. Тачка сама по себе не починится, но двери отпадут, что, разумеется, порвали данную миссию, так как эти байкеры увидят, что в машине никого нету. Вот такой прикольный, интересный момент, связанный с чит-кодами. Следующая особенность также связана с миссией, на этот раз это миссия Деконструкшн, и особенности диалогов с прорабом. Ну, который тот, что в туалете, которого нужно потом в цемент закатать и так далее. Думаю, игроки не все слышали полностью, о чем говорит прораб. Так расстояние от ямы, от туалета, ну, оно такое милипизерное, что с одного движения можно его туда загнать на тракторе-то. И игроки, возможно, по этим обстоятельствам не слышали все то, о чем говорит прораб. Предлагаю вам сейчас просто это послушать. О, подширяйте! О, гостин! Безда! ПЛЕЕЕМ, СМЕХАТЬ! ПЛЕЕЕМ! Следующая особенность, даже я вам скажу, крутая пасхалочка, находится в одной из сельских миссий. Во время гонки на одной из проселочных дорог навстречу вам будет ехать маленький такой грузовичок. И большинство игроков просто через него проскакивает, так как надо завершить гоночку и сделать это первым, разумеется. И не замечает, что в этом маленьком грузовичке путешествует куда-то там на поле сам Элвис Пресли, дорогие друзья. Вообще, кстати, с Элвисом Пресли очень много связано пасхалок в серии игры GTA. Если вы хотите об этом ролик, то смело поддерживайте этот лайком. Вообще, это все связано с отсылкой на то, что певец в свои ранние годы работал водителем грузовика, а также вообще мечтал быть фермером, как его отец. Да, Элвис очень сильно любил своего отца, хотел идти по его стопам, но так сложилось, что певец он гораздо лучше, чем какой-нибудь тракторист или водитель грузовика. Также Элвис встречается еще в одном из комбайнов, что тоже, ну, прямая отсылка, уж куда не ходи, тут как будто все решено. Тут Элвис и это его территория, почему-то именно в этой миссии в сельской местности для самых внимательных Рокстар заложили такую пасхалку. Ей-богу, сегодня у нас мистики просто завались, опять же, гора Чилиад, ребятушки, и велосипед, отвечающий за соревнования на горе Чилиад. Так сложилось, если в него долбануть из тепловой пушки или, мне кажется, вообще из любой другой пушки, которая имеет детонацию, Карл Джонсон под каким-то небесным обстоятельством начинает гореть заживо. Просто вызывайте Дина Винчестера там и его братишку, срочно выяснить, в чем здесь проблема, что за проклятие достигает Карл Джонсон на вершине горя Чилиад, самой высокой точки GTA San Andreas и этого злосчастного велосипеда, который, собственно, вы видели, на каком расстоянии вообще находился Карл Джонсон, и почему он вдруг поджегся, непонятно, нихренашеньки. Вот так вот на канале выпускаешь видеоролики о нелогичных ментов GTA San Andreas, и тут бац, в одной из миссий, где вам по факту нужно убить свидетеля и зафоткать его как доказательство его смерти. Если вдруг ты сделаешь так, что его по фотографиям невозможно будет опознать, то игра, ну, соответственно, не засчитает тебе эту миссию как пройденную, потому что надо прийти, сфоткать его тело, убедиться, что это именно он, и только тогда у тебя получится пройти эту миссию. Но если вы вдруг решите схитрить и как-то незаметно, с помощью взрывов, с помощью катаны, которая отрубает голову, или с помощью обычной снайперки попытаетесь его убить, миссия будет провалена из-за того, что, ну, вы банально не сможете доказать, что это именно он. Хрена себе логично, да? Потом сидишь, удивляешься, что вот он логичный, блин, чертовски логичный момент, но он в игре GTA San Andreas, и зачем он тут вообще нужен? Я думаю, вы и так знаете, в чем особенность комбайна, все любят кромсить, ромсать людишек на нем, это все выглядит чертовски забавно, в стиле Rockstar. Но в одной из миссий и правды, где вам, собственно, нужно угнать этот комбайн, это поле, это как раз-таки то самое уникальное место, где помимо человеческих частей тела из комбайна вылетают самые настоящие тюки сена. Если вы каким-то образом отстаиваете комбайн летать, мне удалось это провернуть с помощью читка, да? Прилетая над этим же полем, где у вас выкидывались тюки сена, у вас также в полете тюки сена будут вылетать, несмотря на то, что вы находитесь как бы над землей. Немножечко беззакония вам в ленту и особенность розыска. Если у вас в слоте оружия будет парашют, то что бы вы ни делали, как бы вы ни воевали, ну, у вас ничем не получится воевать конкретно, кроме как самим парашютом, можете бить людей. Причем абсолютно легально, у вас звездочка розыска не поднимется выше одного. Хрен знает, с чем это связано, возможно, какой-то баг. Даже если вы полицейских будете бить, а вы знаете, если нападать на полицейского, он сразу начинает доставать свое оружие и появляется вторая звезда. Но с случаем с парашютом, никакой звезды у вас не появится. Да, она будет у вас одна, но с полицией вы будете на равных условиях, никакого оружия они доставать при первом уровне розыска не будут. Ну и переходим к последнему, так сказать, к боссу вертолету в GTA San Andreas. Понимаю, что не всегда удается с ним повоевать на равных условиях. То у тебя базуки в руках нет, то миниганы как-то не завалялось, да? Но все решает, друзья мои, один точный выстрел немножечко ниже самой вертушки. Один точный выстрел и вы уничтожаете любой вертолет с первой пули. Точный выстрел, одна пуля и ваш закадычный враг, вертолет, босс вертолет повержен. Узнал бы я об этой хитрости лет так 15 назад, возможно, бы считался гуру GTA уже тогда. А на этом сегодня точно все, спасибо вам огромное за просмотр, поддержите ролик лайком, напишите комментарий впервые здесь, подписывайтесь смело на канал, здесь много интересного контента по GTA. С вами был Хик, услышимся с вами в следующем видеоролике. Субтитры создавал DimaTorzok